История России в фотографиях представляет Роковая актриса Осенью 1921 года студенткой высших театральных мастерских стала Зинаида Райх. Она училась не на актерском отделении, а на режиссерском. Вместе с Сергеем Эзенштейном. Актрису Зинаиду Райх сделал Всеволод Мейрхольд. Вождь театрального октября, как тогда его называли в прессе. Первую свою роль Райх сыграла в 30 лет в спектакле «Лес». Критика окрестила ее «бездарной актрисой». Игорь Ильинский, сам актер Мейрхольда, писал, и ее сценическая беспомощность и, попросту говоря, неуклюжесть, были слишком очевидны. По словам Виталия Вульфа, Райх плохо подходил для театра Мейрхольда. Его актеры имели прекрасную гимнастическую подготовку, умели петь и танцевать. А Райх была неповоротлива, грузна, кривонога, и двигаться на сцене не умела вовсе. Мейрхольд понимал это, поэтому усаживал ее посреди сцены и организовал все действия вокруг нее. Он пытался использовать красоту Райх, ее выразительные глаза, глубокий голос, повышенную эмоциональность. После постановки «Ревизора» актер Ильинский признавал, многому она успела научиться у Всеволода Эмилевича. И во всяком случае стала актрисой не хуже многих других. Анна Андреевна стала лучшей ролью Зинаиды Райх. В 1929 году Мейрхольд поставил пьесу на тему гражданской войны «Командарм-2». В 1930-м – баню по пьесе Владимира Маяковского. Райх сыграла в ней фосфорическую женщину из 2030 года. Критика сошлась на том, что классические роли удаются Райх лучше, чем современные. Баня в Москве провалилась. Театр уехал на гастроли в Берлин и Париж, где спектакли Мейрхольда имели успех. Зинаида Райх вмешивалась во все дела театра. Говорили, что именно Райх во многом определяла репертуарную политику гостима. «Она влияла на выбор пьес», – вспоминал актер Мейрхольда Максим Штрал. И его рукопись так и называлась «Проблема Зинаида Райх». Женские образы, сыгранные Райх, доминировали во всех спектаклях с ее участием. Мейрхольд сознательно выделял их, за что его ругали. Из-за разногласий с Райх из театра ушли Сергей Зинштейн, ведущие актеры Марии Бабанова, Эраст Гарин и Николай Охлопков. В начале 1930-х спектакль «Дама с камелями» с Райх в главной роли имел огромный успех у публики. В 1934 году спектакль посетил Сталин, которому постановка не понравилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok